Как вы думаете, какая главная мечта человечества? Ну, наверное, мир во всем мире. Без голода, войн, стрессов. В общем, рай на земле. И американский ученый по имени Джон Кэлхон в 1972 году в ходе эксперимента «Вселенная-25» этот самый рай и создал. Только для мышей. Колонию поместили в идеальные условия. Неограниченные запасы еды. Воды. Отсутствие хищников и болезней. Возле мышек постоянно дежурили ветеринары. И, что самое главное, простор для размножения. Так, иди сюда. Ну, вот прям как в этой двухэтажной клетке, да? Просторной. Думаете, мышки, как ангелы, отрастили себе крылья и благоденствовали в этом раю? Как же вы ошибаетесь. Грызуны стали жить намного дольше, но при этом смертность молодняка составила 100%. Мыши стали практиковать гомосексуализм, необъяснимо агрессивное поведение. Самки стали убивать детенышей, а некоторые мышки превратились в каннибалов. Это при том, что вон, кормы у них было завались. В итоге на 1780-й день с начала эксперимента умер последний обитатель мышиного рая. Если перевести этот опыт на людей, то получается, что естественная судьба человека жить в условиях давления, напряжения и стресса. То есть мечты о рай на земле так и должны оставаться мечтами. Ну, о чем же тогда мечтать, спросите вы? Сейчас узнаем. Итак, сегодня наука против мечтаний и желаний. Стоп, снято! Ой, у тебя хвостик самый длинный. Я тебя шнур назову. О том, вредно ли мечтать, и если не вредно, то о чем именно, расскажет профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАМН Сергей Савельев. Здравствуйте, Сергей Вячеславович! Здравствуйте! Очень рад видеть вас, и сегодня мы поговорим об очень важном, о том, что, наверное, есть у каждого из нас о мечтах и о желаниях. Ну, я надеюсь, что у каждого из нас они есть, потому что, судя по тому, что я читал, бывают люди, которые и не мечтают. Начнем с самого банального. Мечтать не вредно, и вредно ли не мечтать? Все мечтают о трех вещах. Всегда. Поесть. Размножиться. И выпендриться. То есть, проявить доминантность. Вот три системных подхода, которые достались от обезьяны, которые нас от обезьян ничем не отличают. То есть, мы в этом отношении, наши простые человеческие мечты, как говорится, простое. Там, завести детей, вырастить их. Это что означает, перевожу на русский язык? Значит, реализовать свои гормоны, избавиться, если мальчики, от сперматотоксикоза, да? И наделать потомков для того, чтобы покрыть планету метровым слоем своего генома. Это вот главная задача биологическая. Примерно такие же мысли могли бы использовать кишечные черви, которые отлично размножаются, но у которых, как правило, рудиментарная нервная система. То есть, это характерно для всех животных на этой планете. Ничего человеческого в этих мечтах нет. Ну, а построить коммунизм, например, мечтать? А зачем? Ради человеческого блага, ради того, чтобы... Благо – это что? Ну, чтобы у всех была возможность. Поесть размножиться и выпиваться. Ну, слушайте, мы все возвращаемся, крутимся вокруг плоских червей. Давайте чуть-чуть дальше. Поэтому мечты о том, чтобы там проявить доминантность, например, ну, например, вот вы ездите на простом, незатейливом Порше, да? Ну, вот. А вам хочется все-таки, как порядочному, пересесть на Бугатти. Ну, или хотя бы на Феррари. Вот, пожалуйста, у вас возникает цель жизни, работа в бизнесе и прочее, прочее. Вы там долго трудитесь, потом залезаете в эту штуку, которая красного цвета, имитируя сзади ягодицы бабуинов. Ну, у них чем краснее, тем выше доминантность. И здесь то же самое. Да-да-да. Вы выпендриваетесь и достигаете очередного биологического качества. То есть доминантность с помощью там вот машины или еще квартиры, дачи, в Ницце, там что хотите. Значит, соответственно, длинноногой блондинки с большими разистыми молочными железами, с такими глазами, желательно пустыми. И побольше потомков, и побольше разнообразной еды. Все, жизнь задалась. Но это к тому, что мы называем человечеством, то есть гомо-сапиенс-сапиенс, отношения не имеет. Иначе говоря, очень мало человеческих таких мечтаний существует действительно о человеческом. Потому что то, на что поставлены, например, там даже государственные проекты, там давайте сохраним население, сбережение населения. Это чего? Плодитесь и размножайтесь. Так, зачем? Это биологический процесс. Давайте всех накормим дешевой едой. Да? Это чего? Чтобы могли размножаться. Ну, с гречневой кашей не очень. Даже с дорогой. Ну, и третье. Выпендриваетесь, но в рамках того, что производится на территории того или иного государства. Пожалуйста. Про санкции, да? Да, про санкции. Но это опять все борьба за те или иные биологические преимущества. Человеческих качеств. Например, если мы отложим обмен доминантностью, это часто бывает, особенно в журналистике. То есть журналист берет, например, у какого-нибудь знатного бабуина интервью не только для того, чтобы заработать, но и для того, чтобы поменяться до доминантности. Потому что он брал интервью у большого бабуина, он тоже в наших глазах подрастает. То есть задница краснеет и краснеет. То есть, переводя на обезьянный язык. Вот эти все вещи, их обсуждать достаточно смешно, потому что они диктуются нашими врожденными особенностями инстинктивного характера, которые, конечно, мы всячески маскируем в результате образования и воспитания. Потому что те, кто по невоспитании, те просто сразу прут у соседа, что плохо лежит, и все. Или набрасываются на проезжающий караван с кинжалом. И нормально все. Значит, это такой вариант. А если социальные системы сложные, там говорят, убивать нельзя, ограбить нельзя, надо долго трудиться, пока не умрешь, и желательно не выпендриваться. Но что к этому ведет? В первую очередь, религиозность, которая, как известно, ее основная задача – снизить вот эти личные биологические амбиции. То есть упростить мечты до некоторых абсолютных абстракций безвредно для сообщества. Но все-таки мечтать вредно или нет? Почему? Мечты – это хорошо, это движущая сила любой социальной системы. Потому что вы видите, что у соседа, еще раз говорю, машина хорошая, у вас плохая. У вас возникает мечта уравняться по доминантности. Биологический механизм заставляет вас интенсивнее работать, искать способы новые зарабатывания. То есть это хороший механизм примитивного биологического развития. Мечты, если они связаны с подражанием окружающим, это биологический процесс. А если эти мечты носят, скажем так, абиологический характер, тогда они становятся человеческими, когда они не приносят непосредственной, прямой или отсроченной в несколько этапов выгоды лично мечтателю. Понимаете? А он мало того, что мечтает, ну, например, сделать самолет. Но самолет в полно летает. Посмотри в небо, все время кто-нибудь летит. А он хочет сделать самостоятельно. И вот он там решает физические, механические, технические, в конце концов, социальные проблемы и строит этот самолет. Это хорошо? Да. Он самореализуется как минимум. А если еще удачный получится, если вменяемый бизнесмен увидит, не слабоумный, который там нефтью и газом торгует, а тот, кто пытается что-то создать, а потом только продать, то он, конечно, может и на этом еще даже и заработать. Но это воплощение человеческой мысли. Человеческая мысль – человеческая, а не обезьянье. Это не приобретение дачи в Ницце или Феррари, а это создание в своей голове и материализация того, чего до тебя не было в природе и обществе. Вот это человеческие мечты. Но, знаете, я таких вижу очень мало. Ну, то есть, например, написать роман, если вам есть чего сказать человечеству. В основном в тех романах, которые пишут, сказать людям вообще нечего. В основном это предмет изучения психиатров. Вот из того, что я смотрю сейчас в последнее время, это психиатрия или заработок, или чистая психиатрия. То есть, людям нечего сказать. Писатель, как правило, продает человеческие отношения. Но для этого современные человеческие отношения он должен увидеть. А у меня такое впечатление, что у них глазки выклоты, ушки заткнуты. И вот они берут стандартную схему. Ну, это как голливудское кино. Там все приемы известны. И дальше пишут. Кто-то это читает. Да. Почему? И мечты, о которых я говорил чисто биологически, очень у многих. А человеческих очень мало. Почему? Ну, наверное, среда заела, как сказал один великий. Нет. Мозг заел. Мозг заел. Тяжело развиваться? Слишком уж сложно прокачивать мозги? Слишком дорого. Дорого для себя, не финансово же. Да. А кормить-то вы себя собираетесь? Или вы будете этим святым духом питаться? Когда вы будете? Я вам сейчас объясню на пальцах. Почему мечты такие простые? Там вот познакомиться с блондинкой, прошедшей мимо, в подозрительной юбке. Купить машину, которая проехала мимо вас, космического вида. Уехать отдыхать в Ниццу, ну или в Турцию. Неважно. Хотя бы. Хотя бы, да. В чем дело-то? Дело в том, что для того, чтобы такие мечты появились, особых расходов не нужно. И здесь мы вступаем на чисто неврологическую стезю, то есть связанную с нашим мозгом. Никакого отношения к социальной структуре сообщества, воспитанию, образованию и всему остальному не имеет. Сейчас объясню. Наше все мышление, в том числе и мечты, оно состоит из двух частей. Совершенно простых. Одна часть, которая нам досталась как раз от наших родственников. Вот этих самых. Я похоже показал? Система досталась нам от приматов. То есть от обезьян. Ну и они неблагоприобретатели. На самом деле еще у рептилии эта система сложилась уже более-менее в нормальном состоянии. Что это такое? Интуитивное мышление. Ну что вы. Интуиция – это отдельный разговор. Это лимбическая система, которая определяет врожденные инстинктивно-гормональные наши устремления. То есть это то, чего хочется. Вот вы встаете утром и думаете, ну, как мне идти на эту работу? Провалилась бы она пропадом. То есть вот эта вся возня утрешняя вас разождаёт полежать, поспать. Всё-таки добавить пиво немножко для счастья, для полного. Конечно, этого хочется. То есть вот есть «хочу». Вот «хочу» – туда же входит то, о чём мы уже говорили. Размножение, еда и доминантность – они сосредоточены в лимбической системе. Это очень небольшая часть мозга. Примерно 10%. И примерно столько же потребляет энергии. Всего 10%. То есть расходы на обезьянье бытиё и обезьянье сознания минимальны. Очень выгодны. Поэтому большинство людей вообще ни о чём не думает. Они говорят «хочу», особенно девушки. И вперёд. Всё остальное только из-под палки. Если приложить как следует. Но есть вторая часть, которая ей противостоит. Вторая часть нашего мозга – это так называемая кортикальная часть. То, что любят рисовать слабоумные художники, увеличивая в 4 раза число извилин. Это меня очень забавляет. Значит, это с бороздыми извилинами то, что покрыта кора мозга, поверхность. Там на толщине 6 мм располагаются нейроны как раз по огромным количествам. Их там от 9 до 16 примерно миллиардов в этой коре. Вообще в мозге около 150 миллиардов. Которые мы думаем, и мы в которые накапливаем наш индивидуальный опыт, личные представления о мире, социальные, моральные инстинкты, которые нам прививают родители и общество. То есть это ваша индивидуальность. То есть у вас получается, с одной стороны, вы со всеми вашими закидонами, привычками, традициями, моральными ценностями или их отсутствием, неважно. То есть то, что вы осознаете. То есть это осознанность. Когда вы двигаете пальцем, вот работает кора. А когда вы просто закрываетесь от летящего снежка, это не она работает. Понимаете? То есть это ваша личность, по сути дела. Но такая же часть личности, ваше обезьянье начало. Поэтому, когда вы начинаете что-то делать, у вас получается так. Есть лимбическая система, которая мало потребляет энергии, заставляет вас вести врожденным способом размножения и доминантности. А есть кора, которая говорит, ну не надо воровать у соседа, наверное, он может расстроиться. Это нехорошо. И вы останавливаетесь в последний момент, потому что у вас социальные традиции, которые заложены на кортекс, останавливают. Но вас же беспокоит не то, что он расстроится, скорее большинство, а то, что вам потом прилетит. Да, а вдруг не поймают. То есть, понимаете, здесь много тонкостей. Так вот, я, значит, вернусь все-таки, почему высшие человеческие мечты возникают редко и часто не у всех. Потому что вот эти лимбические мечты и размножения и доминанции, они возникают у всех. А неокортекс, то есть то самое осмысленное часть, которой думают, он составляет 90% работающих нейронов повседневно. А это что значит? Он энергозависим. А если он энергозависим, то заставить мозг работать и затрачивать энергию – это архисложная по-ленински задача. Почему? Потому что всю жизнь, всю историю биологическую нашу еды не хватало. И организм научился отключать вот эту вот высшую функцию интеллектуальную, человеческую или там приматную от потребления энергии. Потому что она очень много ест. Дело в том, что когда вы сидите и просто смотрите программу, которую сами писали, да, так в полусне, вот и в ужасе, в легком, значит, вы потребляете всего 10% энергии. Ну, и отходите ко сну. Тогда будет 9 примерно. А вот если, не дай бог, вы начинаете скрипеть извилинами, то есть в том смысле, что думать интенсивно, то уровень потребления энергии повышается в 2,5 раза. И уже мозг потребляет от всего организма, вдумайтесь, от всего организма, 1300 грамм от всего организма потребляет 25% энергии. Более дорогой системы у нас в организме нет. Если вы будете слишком долго думать, то вы умрете от истощения. Это самый верный способ для девушек похудеть, но они к этому не способны просто. Здесь есть проблема. Интенсивно и напряженно думать они могут только об одном – жениться или не жениться, рожать или не рожать. Обо всем остальном они думать могут с большим трудом. Но перестаньте. Нобелевскую премию по химии получили две женщины. Нобелевская премия – это не признак интеллекта, извините. Энергетические расходы, связанные с тем, чтобы мечты пришли человеческие, а высоком, да? Значит, бочки не хватает, нужно что-то еще такое сделать. То есть то, что не принесет тебе биологический выход, связано с неокортексом, а он очень дорог. То есть для того, чтобы его использовать, ну, вы представьте, что вы будете заставлять себя каждый день повышать энергетические расходы до 25% мозга. Это адская вещь. Почему? Почему все не повышают, все стали думать корой? И человечество процвело, и никакого выпендрежа, никакой конкуренции, и не там резни за бутерброд. Ну, кажется, да? Никто же этого не делает. Почему? И вот тут мы подходим к главному, к тому, что лежит в основании мечтаний. Дело в том, что если работает вот эта лимбическая система, обезьянь, примитивная, которой мы уже познакомились, то расходы маленький энергетический мозг не сильно сопротивляется такой деятельности. А вот если работает на кортекс, который включается только в решение экстремальных ситуаций, ну, в жизни, то мозг начинает сопротивляться. И есть специальный механизм. Падение энергетических расходов головного мозга на 1% вызывает что? Выработку прекрасных веществ. Вы их хорошо знаете. Это каннабиоиды и опиоиды. А также внутренние, внутри мозга вырабатывающиеся эндогенные наркотики. Эндоканнабиоидная система. Да. Ну, а у детей еще и эндопиоидная. До полового созревания у них работает эндопиоидная. Вы вспомните в детстве, как вы были счастливы. Вот это счастье связано с опиумом. Я вас могу успокоить. Ну, то есть мы все потенциальные... Мы не потенциальные, мы постоянные. Поэтому люди, которые не пользуются неокортексом, а только лимбической системы, в том числе и глубоко верующие, пусть никто не обижается на меня, люди, они находятся все время в наркотическом наркозе. Это нормально. Потому что таким образом мозг защищается от работы неокортекса, который потребляет очень много энергии. А энергии во всей эволюции человеческой не хватало. Поэтому такой механизм был выработан. В результате мечтать о решении, разработке теории Пуанкаре никто не хочет. А вот насчет колбаски тут с удовольствием. И понятно. Или насчет длинноногих блондинок. Поэтому, когда мы говорим о мечтаниях, то надо понимать, что это биологический процесс. И те мечты, которые заводятся на базе лимбической системы обезьяний, они будут такими же убогими. А если неокортикальные осы появятся, есть такие, бывают такие мерзавцы появляются, которые начинают думать своей головой, и их интересует что-то, кроме выпендрежья, еды и размножения, тогда в стране катастрофа. Потому что если таких будет много, они могут додуматься до чего-нибудь не того. Но из-за того, что прогресс остановить нельзя, все время власть имущие ставят как раз на тех, которые думают неокортексом. И таким образом по-ленински выращивают себе могильщиков. Это произошло в конце XIX века, классический пример, во всех странах. Научно-технический прогресс шел, а дураков было очень много. И инженеры из дураков не получаются. У меня есть книжка такая «Церебральный сортинг» о том, как это происходит. Там привожу пример про Петра Первого, который решил набрать из... Кому вот думали? Ну, тогдашних олигархов, из семей. Из дворяна. Из дворяна. Берите выше, из бояр. Решил набрать себе навигаторов и математиков. Он как ребенок думал, что раз они в таких условиях живут, то значит у них мозги хорошие. Это как у современных олигархов. Собрать детей, из них сделать инженеров на атомной станции. Конечно, бояре очень хорошие люди, но они могли только выпендриваться, размножаться и есть. Только Екатерина смогла решить эту проблему, поскольку она сделала очень простую вещь. Она сказала, что все, мы будем давать личное дворянство, всем подряд набираем из каких угодно, лишь бы умели что-нибудь делать. Потому что эта публика оказалась никуда не пригодна. Ни для чего. Это не единичный случай, это тотальная система. Он так и не смог решить проблему навигаторских школ. В этом суть. Собственно говоря, наш баланс и эволюция человечества, связанная с научно-техническим прогрессом, зависит от этих систем. Поэтому каждый раз люди богатые, значит, они набирают умных, этих умных, начинают кормить большими зарплатами, размножать. То есть, ну, как инженеры в конце 19 века. К нам же проходы, паровозы, железные дороги, как-то все работает, непонятно. Надо же набирать, кто знает. Ну и все. Они выращивают в себе людей. То есть, происходит, производят что? Церебральный сортинг. То есть, отбор по мозгам способных людей, как в навигаторские школы. Но проходит два поколения, и эти самые отобранные интеллектуалы берут совок, веник, и заметают своих нанимателей. Вот так происходит революция. А не какой-то там пролетариат, не какой-то там бред, не какой-то переход феодализма в капитализм. Вот эту бредятину надо оставить Карлу Марксу и богу. Потому что, на самом деле, идет методический церебральный сортинг, направленный на то, чтобы богатые зарабатывали еще больше. Но из-за того, что они не умеют это делать, они выращивают людей, которые их замещают. Вот так примерно. Поэтому и мечты соответствующие. Мечтать можно о создании нового двигателя внутреннего сгорания. Можно? Можно. Но это надо делать наокортексом. А для этого надо и уметь им пользоваться. И иметь его достаточно развитым, чтобы справиться с обезьяньей лимбической системы. Естественно, это не у всех. А есть люди, которые не мечтают вообще? Да, конечно. Большая часть вообще не мечтает. Они пользуются лимбической системой. Они живут и на интуитивном уровне, и решают свои задачи прикладные с помощью неокортекса. Никто же вам не заставляет неокортексом думать-то. Он нужен в обезьяне жизни, а мы такие же обезьяны, как все, для того, чтобы подключаться, быстро решать задачу сложную, исходя из своего опыта, оптимальным способом. И тут же отключаться. Но это все равно, что у вас суперкомпьютер есть. А вы все время пользуетесь вот этой лабудой, не ладонником, маленьким, айфоном, айпадом. Но в какой-то момент вы понимаете, что этой штучки вам не хватает. Вы втыкаете его, включаете суперкомпьютер, на суперкомпьютере за 5 секунд решаете задачу, и тут же его опять из розетки. Ну, зачем вам эта штука, которая жрет по 1000 киловатт в час? Ну? Получается, что в детстве у нас такие глупые мечты, именно потому, что мы особо не пользуемся неокортексом? Конечно. До 8-9 лет, кстати говоря, пионерского возраста, обращаю ваше внимание. Так вот, до пионерского возраста неокортекс очень медленно развивается. То есть там в основном все запечатления на основании запоминания ситуации на уровне лимбической системы. Но это отдельный разговор созревания детей, потому что у меня двухтомник такой об этом. в том, что в мозге происходит. Потому что мамы бедные, несчастные, они своих детей там мордуют почем зря. Их мозг не способен к некоторым вещам. Они заставляют делать. Ну, там, например, оркестру играть, пока она беременна. А плод глухой. Ну, это мило, конечно. Я за оркестрантов. Они нуждаются в деньгах. Но не за маму. Но ведь бывают же дети, которые там, как Моцарт, например, в 4 года уже могли написать сонату или там сыграть в оркестре. Мамы могут заставить ребенка написать пустым мозгом все, что угодно. Вопрос, как девочки в 10-летние писали стихи про любовь, такие, что вы никогда в жизни не напишите. Почему? Им дали образцы, сказать, надо делать так. Мозг пустой. Ну, вперед с песнями. А давайте поговорим об обратной стороне. Есть же негативные желания и мечты. Вот недавно, недавний случай, очень печальный, когда расстрел учеников в Казани. Ну, это не недавний таких случаев полной у нас и во всему миру. США, да. Ну, просто вот последний. Человек заставил что-то желать этого. Вот эти негативные желания. Да нет, а негативные желания, они всегда возникают самопроизвольно, так же точно. Потому что вопрос-то такой. Если ты не можешь достичь той самой хваленой доминантности, то все средства хороши. Ну, кто убил Джона Леннона, например. Что он сделал? Он застрелив Джона Леннона, он тут же побежал и начал кричать, что я убил Джона Леннона, ура. То есть, чего ему не хватало? Доминант. Доминантность. И то же самое, простите, Герострат. Ну, спалить такой храм, который был гордостью его эпохи. И потом, главное, написать на стильне. Это сжег Герострат. Ну, понимаете, то есть, это все равно из этой же самой серии. Но для того, чтобы таких вещей не было, нужно выстраивать систему контроля развития мозга, созревания лимбической системы, которая начинается примерно там в три, в два с половиной, три года, когда созревают основные хотя бы органы чувств. Это продолжается до семи-восьми лет, она интенсивно первая. И тогда закладываются основные фундаментальные представления о мире. А как насчет навязчивых желаний? Они же бывают не только... Ну, есть болезни. Есть болезненное состояние, когда у человека возникает навязчивое желание, это к психиатрам. Они это все хорошо известно, навязчивое желание, там, мании разные и прочее, прочее. Психиатры в этом прекрасно разбираются и очень быстро идентифицируют. Поэтому, конечно, нужно, так сказать, делать мета-осмотр регулярный, в том числе и детям. И ни в коем случае нельзя детей, скажем так, с ограниченными интеллектуальными возможностями выращивать среди нормальных школьников. Потому что они будут ориентироваться по минимальному уровню, что приведет к падению общего развития. То есть это очень опасно. Это понимали в советские времена и делали специальные школы, где адаптировали программы. И сейчас это способ, по сути дела, уничтожения системы гособразования. А как насчет краха мечтаний? Когда ты понимаешь, что эта длинногоя блондинка уже точно ни под каким видом тебя не даст и красной задницы, точнее, Феррари у тебя уже не будет. Ну, это всегда вы не можете предсказать. Но вот это раз. А крах мечтаний в основном связан с тем, что люди достигают своих мечтаний. И вот тут будет настоящий крах. Потому что когда человек достигает этого, он тут же выясняет, что это, оказывается, было не то, что ему хотелось. И все не в том виде, не такое. Я это за свою жизнь наблюдал многократно. Когда у человека сбывались самые невероятные мечты. Самые невероятные. И какой же он был несчастный потом, когда все это сбывалось. Потому что, как правило, мечтания настолько примитивны и убоги, что когда мы достигаем их, я всегда поэтому говорю, это не я говорил, это многие философы говорили, во многих этих фильмах всяких известных многократно обсуждалось, что желаете, конечно, но только будьте очень осторожны в своих желаниях, иначе они могут сбыться. А если ты мечтал о чем-то действительно великом, вот как тот пример бы приводили, человек, который хотел создать свой самолет и создал его, например, или написал действительно хороший роман, я не знаю, «Сто лет одиночества» у «Мастера Маргариты». «Сто лет одиночества» хороший роман, ну, ну. Ну, хорошо, ну какой-нибудь действительно хороший роман Фауста написал Геон. Фауста, да, это гениально. Но он уже садится и пишет другой. В этом преимущество творчества. А ты купил Харлей Дэвидса, ну и чего? Ну и что, потом дальше Кавасаки чуть помощнее? Вот это ни о чем. То есть, в этом отношении даже вот этот уж кенгуру Илон Маск и то приличный человек. Он пытается, да, конечно, позаимствовав, мягко так скажем, там, делая вид, что он бизнесмен, а не представитель американского государства. Ну, допустим. Но он пытается что-то делать новое, то, чего до него не делали, а Харлей покупать, ну, слушайте, ну, это какой-то примитив детсадовского уровня. Хотел задать последний вопрос. Есть ли рецепт и секрет, как сделать так, чтобы мечты сбывались, но теперь, мне кажется, не нужно его задавать? Вы знаете, я очень многим людям помог осуществить их мечты. Как они жалели потом? Я даже передать не могу. Я себя чувствую просто каким-то Мефистофелем, потому что большего разочарования в жизни, которое я видел, я не встречал. Ну, а под конец интересный факт про модную ныне визуализацию желаний. Еще на заре своей истории люди стали использовать желания как магические заклинания. Так, перед охотой наши древние предки наносили на стены пещер изображения животных, которых мечтали поймать, а вовсе не тех, которых уже поймали, как думают некоторые сегодня. Мы в 21 веке тоже используем эту практику, когда делаем доски желаний, так называемые вишборды, нарисовал или наклеил свою мечту на ватман, и она определенно становится ближе. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова